Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили. В кучках городовых, рослых и хмурых людей было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою. Враг уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами в короткой шинели. Вытянувшись, он оглянул площадь. Светлые глаза скользнули по лицу Ивана Ильича. Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то Ясаулу, подняв к нему бородку. Ясаул с кривою смешкой слушал его, развалясь в седле. Полковник кивнул в сторону Старого Невского и пошел через площадь по снегу, подпрыгивающей походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному животу. Рука у него тряслась под козырьком. А со стороны Старого Невского увеличивались крики подходившей толпы и, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за рукав. Рядом с ним вскарабкался возбужденный человек, без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо. «Братцы, казаки!» – закричал он тем страшным, надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. «Братцы, убили меня! Братцы, заступитесь! Убивают!» Казаки, повернувшись в седлах, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись.